Добрый день дорогие друзья и гости этого замечательного youtube канала который ведет Юлия Флорида с вами сегодня снова Надя Эггерс я риэлтор в городе Орландо и пригородах центральная Флорида вам сегодня хотели бы мы показать такой интересный проект интересный дом который находится в Кисиме совершенно рядом с Дисней парками это где-то в миле полутора езды до парка от этого дома комьюнити очень необычный здесь можно сдавать на короткий срок но здесь нету чуей на самом деле таких только два комьюнити в принципе ну насколько я знаю где нет и чуей и где зонировано под vacation rental потому что vacation rental обычно и чуей выше чем area районы для резиденции а и вот такой вот интересный дом вышел на не успел выйти на рынок его купили и вот такой вот сейчас рынок да такой сейчас горячий рынок но мы не могли вам просто не показать то что должно выходить на рынок то что выходит на рынок и просто уходит в ноль один или два дня с рынка дом продается за 315 тысяч и он был оценен за эту цену то есть это дом столько стоит он была пресс 4 спальни 3 ванных и 1760 квадратных фут есть на квадратные метры если перевести в квадратные метры 164 квадратных метров в некий такой доме а компактный ты знаешь компактный но когда мы посмотрим внутри дома он очень хорошо распланирован очень хорошо вмещены все четыре комнаты это 4 bedroom 3 bathroom налог 3 922 тысячи в год но и чуей что вроде как бы так эре очень хорошая здесь дается на короткий срок тоже как вот эти дома вы можете знать на короткий срок я уже проверила на веб-сайтах которые верби от и airbnb я посмотрела то есть в сутки средняя цена 160 170 неплохо но сейчас я заметила что очень многие люди просто покупают эти дома для себя у них есть бассейн и практически у каждого дома я уверена у каждого дома в этом subdivision есть бассейн близость к диснею хороший район очень хорошо развита инфраструктура кисиме а какие школы ну школы здесь такие средние high school относится к celebration high но остальные такие но они все в принципе средние средние но это в кисиме по-моему да так школы кисиме да вы можете посмотреть какие школы кисиме средние какого года постройки 2002 год а не с практически до новые я считаю ну давайте пройдем да да отрим что у нас там внутри давайте гараж на две машины замечательно домик компактный а гараж что на две машины нам опять не повезло сама извиняйте свет отключили а зато что смотрите что здесь есть на потолках это как skylight назовем это да skylight если перевести не знаю в общем есть вот версия в крыше так как бы сейчас окна в крыше на самом деле очень хорошо освещает электричество тоже будет хорошее сбережение электричества потому что светло даже сегодня достаточно пасмурная погода и все равно мы заходим в дом где до отключено электричество и светло да не повезло нам конечно не с погоды не то что здесь света нет но смотрите утра сегодня было жарко и пляжная погода вот сейчас что-то налетело в общем но здесь у нас зона для завтраков кухня такая она миниатюрная но достаточно но вместимое вместимое да даже . light светло мне нравится со skylight он так прикольно бы давать деревянная неплохая вы знаете да это дерево пусть она не не модного цвета но его на самом деле это дерево и такие просто сейчас перекрашивают профессиональный пригод даже там кисточка а есть пульвериза оборудование и реально чтобы жалко новое выкидывать потому что конечно каркас деревянные дверцы деревянные нужно сделать из этой кухни ляльку вот бытовая техника тоже неплохая кондиционер в этом доме новый вот смотрите все в принципе такое из техники все такое но то что нужно потому что такой холодильник стоит около двух двух тысяч а то и больше только холодильник это samsung да плюс плита около 700 это самое дешевое там микроволновка где-то 450 до 300 минимум и такая посудомойка где-то 700 тоже техника видишь она вся samsung она хорошая техника давай пройдем дальше мы пробежали вот эту часть быстро я бы я расскажу что здесь значит а здесь где здесь это гостиная где вот мы сейчас стоим гостиная и вот там столовая зона то есть это такой открыто и открытая планировка открытый план меня спрашивали можно ли угол обзора увеличить чтобы пошире все казалось мне бы хотелось конечно добавить я сейчас могу попробовать но качество просто ухудшается вот в чем дело а меня не расширит и так вот широкий угол обзора качество немножко теряется поэтому я не люблю снимать с ними может быть пару минут с таким углом и на можно в конце видео сделать быстрый обзор пробег по всему дому как я иногда делаю вот все при сожалению планировка не сохранилась поэтому мы не сможем предоставить у хозяина не сохранилась вернее он ее не полу не получал когда он покупал дом и так идемте смотреть спальне здесь у нас хозяйская спальня проходить достаточно прилично вот айда о чем я сказала что в принципе они распределили достаточно квадратуру на такую небольшую квадратуру дома до вместить четыре спальни и спальня это не маленькая не не маленькая она не огромная но достаточно нравится что здесь потолки вот так под углом идут под углом они до высокие не низкий потолок да да он кажется более таким валем до объемным да вот сейчас на примере покажу вот вообще здесь в высокой точке очень высокие кажется потолки может быть можно здесь перекрасить бы я не перекрасить это до 100 процентов здесь еще и гвоздики в церкви в стенах покупатель не будет перекрашивать все стены достаточно белые мне кажется нужен нужно какое-то тепло вот стены немножко с каким-то оттенком для уюта для уюта правильно но с мебелью это дом был очень уютный поэтому тоже в зависимости что вы поставите может быть и белые стены под какую-то мебель будут подходить больше чем кремовые так волна дерево пол не надо менять абсолютно хороший пол так что тут у нас ты куда запрошешь кладов на до карте гардеробная гардеробная вполне себе хорошая гардеробная так здесь смотрим на соседей это хозяйская ванная проходи пожалуйста и здесь было бы классно сделать все душем или или все душем или просто все как-то вместе закрыть ну да и душ достаточно большой потому что я часто вижу когда есть ванная и на это жизнь тени аду что душ он меньше чаще всего встречаются так вот показать вот такая вот здесь душевая кабинка все достаточно базовая да так ванна акриловая так что бассейн вот я не заметила дату читать для 2 раковины 2 раковины для мужчины для женщины пожалуйста так идем дальше проходить так и вот тут сразу выход на бассейн тут еще и бассейн замечательно вот здесь вот был гриль что-то да что-то здесь какие-то остатки от грязи знаете здесь были казаны вау потому что та семья которые жили здесь они из узбекистана и очень любили готовить в казанах плов поэтому мясо тушили понятно ну бассейн есть это называется спа с теплой водой горячей бурлилка такая в общем бассейн такой немаленький обогреваемый а еще и обогреваемый вообще замечательно есть куда поставить лежаки даже есть еще земля участок численность на бачка может побегать да слушай тоже хорошо вот здесь выход в собственный двор или можно здесь деревья посадить вообще чтобы отгородиться от всех чтобы даже забора не было видно но здесь классно смотри здесь в принципе все вот так в деревьях уже даст той стороны мне нравится как бы вообще такой лайва есть на уголок так еще здесь вход в общем-то с living room ага так что мы еще здесь не смотрели вот те комнаты да да мы не смотрели еще три комнаты можешь пойти проходить здесь и ванная ванная так вот ванная ванная комната и это еще будет пусть детская гостиная она поменьше но в принципе немаленькая посмотрите сколько места отсоединяем что все остальные три комнаты они одного размера ну то есть нормальный вообще как бы для компактного дома абсолютно нормальные по величине спальни вот гардеробная здесь тоже имеется такая стандартная на самом деле вот еще даже да всю мебель не забрали что-то оставили да а что покупателям оставили на благо ну да наверное не надо симпатичная так в общем туалет гостевой делят две спальни нет это вообще отдельный да это один хорошо отлично тогда еще смотрим что то что деле 2 делит две спальни у нас в этом углу в этом крыле дома то есть две спальни получается распашонка посередине ванная год одна спальня вот вторая спальня вот он туалет с ванной вообще классно слушай да получается я очень часто вижу дома где четыре спальни и два с половиной санузла да то здесь получается 4 спальни и три полных санузла с ванной вот мне кажется это очень очень часто встречаются дома где не три санузла а два с половиной нет это круто вообще каждый санузлом практически да тоже так нормально что тут у нас гардеробная стандартная хоть темно но вроде бы все видно а на улице еще и ветер не знаю вот с петличками надеюсь нас было слышно на улице ухтыж ухтыж это так для детей покрасили играли знаешь этот дом раньше скорее всего был сдавал был под с дачу точно точно на короткий срок и вы знаете обычно из гаражей делают такие владельцы делают как playroom и ставят бильярдные столы а пинг-понг столы настольный теннис и судя по окраске стены здесь было что-то очень веселенькое в этом гараже да просто но новый владелец он здесь жил он не сдавал на короткий срок он сам здесь жил но решил такую вот веселую стеночку оставить вот он нагреватель воды и кондиционер кстати тоже я забыла немножко забыл уточнить сюда проведен натуральный газ к дому то есть в принципе плита или электрическая но это выбор хозяина можно также подсоединить газовую плиту что очень хотят да очень удобно и водонагреватель он тоже газовый это это большая экономия кстати в деньгах потому что электричество дороже чем газ вот так то так что выгодное приобретение последнее наверное помещение это комната со стиральной сушильной машины да обязательно как же без нее такая даже войти в нее можно полочки разные и дом надо сказать один из недорогих до который можно сказать что хороший с бассейном да ну я считаю цена хорошая вообще как я уже в начале вроде мы тут с Юлей думали говорили и говорили мы но действительно дом он ушел с рынка еще до того как он вышел на рынок то есть я его поставила уже пендинг статус удержания сразу же когда листинг уже залила нашу базу представляете как раз да то есть меня нашли еще до того как я этот листинг и сразу дали полную цену и он наценился на эту цену все очень удачно идет ребята вы не обижайтесь но по-любому любой дом какой бы мы не сняли даже если он еще активный на рынке к тому в моменту как мы выкладываем видео пока Юля обработает все дома уходят буквально вот в течение первых двух дней этот конкретный дом вы точно уже не купите да или который мы снимаем когда-либо снимали сейчас мы просто делаем обзор того что вы можете дома сейчас не ждут народ и вот здесь сказано что ноль дней на рынке и он уже под контрактом вот я также посмотрела естественно всех интересует по поводу кредита я посмотрела если грубо говоря брать 10 процентов down payment первоначальный взнос то это будет примерно процент 325 так 3 325 это зависимости от конкретной кредитной истории датка от конкретного случая но я так взяла грубо говоря 325 то есть получается где-то в месяц 1200 по кредиту плюс естественно будет я посчитала 100 долларов в месяц страховка за год приблизительно 1200 на такой дом и 326 долларов в месяц это налог налог я уже озвучивала 3 922 тысячи в год я разделил на 12 месяцев то есть покупая такой дом по кредиту 1626 получается примерно также также я уже сказала что на vacation rentals я проверяла рынок среди статистическая 160 170 в ночь и на long term на долгосрочную сдачу 1850 в месяц то есть умножить на 12 где-то 22 тысячи долларов в год и минус затраты затраты на страховку затраты на на налог и естественно нет еще ей это уже радует что это платить не нужно но опять таки если вы покупаете такой дом как инвестиции у вас будет другие условия по кредиту то есть это не будет те условия которые озвучивала я всегда озвучивают такие условия которые дается семьям которые покупают как свою резиденцию где они будут жить для инвесторов у них уже другие условия будет выше процент выше down payment или что-то это нужно конечно работать с компаниями которые дают кредиты они уже будут под каждым случае смотреть на каких условиях могут люди получить кредит но инве у инвесторов идет дань стиль на другие условия быстренький у нас сегодня обзор получился быстренький не скучно будет не заснет ну что дом небольшой но я считаю что он очень хорошо распланирован не чувствуется вообще он не чувствуется что он 1760 чувствуется немного даже как-то свободно такой суши воды опять до потолок видишь он идет как бы не плоский да 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 и он не кажется из-за этого на осень да он высокий потолок это очень классно еще вот с этими окнами потолочными ощущение большого помещения до очень даже ничего что на этом и прощаемся с вами ребята до скорых встреч спрашивайте вопросы юлия смотрю всегда надет уже не отстает ты всегда опережает спрашивайте вопросы мы будем стараться делать вам баловать вас множеством других видео до скорых встреч пока 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 и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok